Здравствуйте! Вы смотрите программу «Без фильтров». Это программа о людях, которые интересны нам с вами, о событиях, которые случаются в их жизни, о победах и поражениях, искренности чувств и о многом другом. И сегодня у нас в гостях народный артист нашей республики, солист Мариинского театра, наш любимчик, земляк, Аскар Абдрозаков. Здравствуйте, Аскар! Добрый день! Здравствуйте! Как дела у вас? Хорошо. Вижу, вы бодры и веселы. Должно быть так всегда. У нас есть такая традиция в программе. Обычно мы начинаем с нашего гостя, с разговором о любимой книге или фильме. Мне по секрету ваша супруга сказала, что вы очень много читаете, у вас постоянно с собой в сумочке 3-4 книги, и ваш выбор пал на очень такую сложную книгу. Это философское эссе «Игра в бисер» Германа Гёсса. Да, он, кстати, за эту книгу получил Нобелевскую премию. Совершенно верно. Вот расскажите мне, чем вам она понравилась? Ну, прежде всего, наверное, своей философией. Не будем рассказывать всю историю. Там невозможно ее рассказать. Это нужно понять, и потом это нужно все-таки вчитываться. Но для меня это как-то вот... Мне показалось, что это интересная книга, и я не жалею, что вот... Ну, бывает так, что прочел книгу, и кажется, что вот думаешь, что-то не то. Вот какие-то... Ну, бывают точки соприкосновения, когда ты, участвуя в процессе чтения, и уже когда погружаешься в этот роман, в эту книгу, то много что-то начинаешь понимать и себя представлять тем героем, о котором написал Герман Гёсса. Поэтому все-таки я считаю, что философия, которая есть и в жизни, и вообще во всем, она приведет к какому-то прекрасному, всевышнему, в общем-то, как мы и говорим об искусстве, а именно искусство сделает нас одухотвореннее и намного интереснее, и мы будем счастливы. В этой книге Гёсса представляет концерт Баха в виде математической формулы. Совершенно верно. Вот для меня это как-то сложно, да, для понимания, но вот смотрите, когда вы выходите на сцену или готовите какую-то партию, вы это можете вот в своем музыкальном мозгу представить, видимо, в виде каких-то формул? Нет, нет, конечно, нет, безусловно, ведь там даже такая строка есть, когда искусство, оно в своей такой мощной силе, то музыка отделялась от общего положения искусства. То есть мы понимаем, что искусство, мы предполагаем, это театры, это музеи и все такое прочее, а именно музыка, она шла отдельной строкой. Что касаемо вот эти математические, нет, когда выходишь выступать, безусловно, об этом не думаешь. Думаешь, прежде всего, об образе и выходишь именно с ощущением того, что ты хочешь рассказать. Это, я считаю, что это одно из важных, должно быть черт, или, наверное, одним словом, у того человека, который выходит на сцену, на сцену, он должен именно рассказать людям, для чего он вышел на сцену. И, кстати, как говорила хорошо вам знакомая Галина Павловна Вишневская, чем более наполнен человек, тем более понятно, кто он, когда он открывает рот на сцене. Помните ее знаменитую фразу? Эту фразу, да, это я помню, но я, когда мы с ней встречались, мы с ней много раз встречались, конечно, и с ее прекрасным, очаровательным мужем, составляем Пулич Ростропович. В одной из репетиций, которые проходили в Ляскало, мы репетировали, и она сидела напротив меня. И коллеги мои, конечно, все было настолько напряженно, это все было, потому что... Вишневскую все всегда боялись. Да, она опускала голову так вниз и из-под лоба так смотрела. Если ей что-то не нравилось, она как-то так вот рукой как-то так проводила. Интересно вообще, в принципе, понаблюдать за такого рода людьми было очень... Ну, вообще, в принципе, как-то такой внутренний такой мощный стержень. Очень чувствуется, что очень сильный человек. Вот мне, знаете, Оскар, всегда было интересно. Смотрите, Вишневскую воспитывала бабушка, да? Она, в принципе, не получила должного в свое время образования. Пережила блокаду. Ну, то есть она не жила в музыкальной семье, значит, среди художников, артистов. Но, тем не менее, когда про нее вспоминают, все говорят, что она была строга и интеллигентна. Как это в себе взрастить? Объясните мне. В себе это не надо взращивать. Это либо есть, либо этого нет. То есть или ты родился таким? Ну, совершенно верно. Нет, но опять-таки это воспитание. Воспитание родителей, что они в тебя вложили. Ведь, знаете, в общем-то строгость родителей, я, наоборот, поощряю. Я благодарен и маме, и папе, Вы считаете, что вас в строгости воспитывали? В ежовых рукавицах. Ну, в чем это выражалось? Папа держал нас в руках. Ну, например. Ну, в строгости, скажем так. Но были такие моменты? Вы не хотели идти в музыкальную школу? Нет, такого не было, потому что этого не могло быть вообще, в принципе. Надо идти. Нет такого слова. Не могу. Надо. Так, ну, хорошо. Что вот? Даже в школу. Ну, вот из детства. Какое яркое воспоминание? Я могу рассказать один случай, который я часто вспоминаю и рассказываю. Это было зимой. Это, очевидно, было перед Новым годом, зимние каникулы. И папа меня разбудил. Раннее-раннее утро, в 6 часов. Нет, в 7 часов утра, потому что к 8 в школу. И идет, покрапывает снежок так. Я, конечно, иду. Темно. Еще физкультура, лыжи, значит. Представляете, да? И вот эти лыжи, этот портфель, снег, темно, холодно. Подхожу к школе, вижу свет не горит. Открываю дверь, дверь не открывается. Я давай стучать. Никто не открывает. Потом, через некоторое время, выходит сторож. И говорит, а ты чего, мальчик, пришел? Я говорю, ну как? Ну, уроки. Говорит, каникулы же. Представляете мои ощущения? С одной стороны, радости, да? Конечно, с другой стороны, в общем-то, такое разочарование, что меня отправили с утра в школу. Но, в общем-то, вот такая история. Это потрясающе, конечно. И я это никогда не забуду. И почему-то именно вот это отложилось в моей памяти. Ваш путь в большое искусство, он был усыпан лепестками роз или нет? Нет. Абсолютно нет. Потому что я все-таки первый в семье, кто начал петь профессионально и кто, так скажем так, протаривал дорогу. Может быть так? Вот, поэтому это было, конечно, сложно. Вот эти первые шаги в неизвестных тогда. Казалось бы, в общем-то, все профессионально, все, ну, конкурсы, фестивали, участие в различных мероприятиях музыкальных. Опять-таки, это очень важно. И это очень сложно, когда ты заявляешь о себе. Пока ты еще не признан. Ну, естественно. Вот это самое сложное. Ну, хорошо. Вот на сегодняшний день вы солист Мариинского театра и выступаете так же и в Ласкало, и везде. Вот скажите, где вам легче? Вот где мы, вот как люди, да, скажем так, которые не крутятся в этом, да, внутри, только и слышим про какие-то интриги. Большой театр, Мариинский театр. Тут что-то с солистом. Тут подсидели. Тут какие-то козни. Ну, это же театр. Да, то есть без козни в театре нельзя. Ну, это же театр, вы что. Ваш брат, Ильдар Абдразаков, пошел, скажем так, по вашим стопам, да, потому что все-таки вы старше. А по каким стопам должен был пойти. Вот. А скажите, у вас есть какое-то соперничество между друг другом? Вот такое вот, я не знаю, там, может быть, зависть какая-то, что кто-то вот спел первой этой партии, а он второй. Или, там, ему дали какой-то больший контракт. То есть нет такого. С Ильдаром, ну, я не знаю, может быть, вы Ильдара спросите. Ну, у меня нет, потому что у каждого своя жизнь, и мы разные. Да, мы какие-то партии поем, ну, как сказать, одинаковые, да. Да, но факт тот, что он поет по-своему, я пою по-своему, потому что акценты у всех, опять-таки, тоже разные. Я не могу сказать, что, вот, там, завидую, не завидую. Ну, вообще, вы очень дружные между собой. Конечно. А как нам еще быть? Хорошо. Еще вот о чем вас не могу не спросить, потому что была крайне удивлена. Вы были в 2010 году министром культуры. Вы, наверное, ждете этот вопрос? Ну, конечно. Вот, я даже как-то пыталась, там, что-то вам звонить по каким-то вопросам. В общем, очень многие, кстати, тогда обрадовались. Нет, нет, вы были заняты. Очень многие, кстати, тогда обрадовались, когда вас назначили, я знаю. Я знаю, что вы сделали на тот момент много хороших назначений. Люди до сих пор работают, не буду говорить, кто. Ну, потом произошла это какая-то ужасная, нелепая вообще просто история. И через 8 лет вы опять становитесь помощником, теперь уже советником, да-да-да. Теперь уже в Рио, значит, нашей республике. Ну, то есть, получается, по сути, наступаете на те же самые грабли. Почему? Ну, опять туда же, в ту же релку. Да, но это не Министерство культуры, это советник, это, как вам сказать, все-таки это, ну, скажем так, финансово это никак не составляет. Я-то могу только и по телефону посоветовать, и так прежде всего рассказать. Да, люди обращаются, а почему мне не помочь людям? Если я это могу, если я чувствую, что у меня есть эти силы... Это уже на общественных началах, скажем так. Да, конечно. Блиц! Давайте. С какими иллюзиями вы расстались в последнее время? Наверное, иллюзия того, что есть реальная жизнь, есть реальные дела, от которых ты не уйдешь. Часто вам в жизни приходится сожалеть о том, что было? Нет, я не задумываюсь об этом. Это должно было быть. Что самое главное вы узнали сейчас про жизнь, чего вы не знали в 20 лет? Что, оказывается, я любим. О, наша программа называется «Без фильтров». Какой Оскар Абдрозаков без фильтров? Вот как он есть вот перед вами, без фильтров, абсолютно открытый, честный, порядочный человек. Любимый и любим. Да, это самое главное. Спасибо вам огромное. Я желаю, самое главное, чтобы вы всегда были любимы и любили. Совершенно верно. Да, да. Наверное, это тоже очень важно. Чтобы благодаря вам культура, наша республика стала более культурной, да? Ждем от вас новых творческих побед. Чтобы все ваши мечты сбывали. Здоровья, конечно, вашей прекрасной маме. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Без фильтров». И сегодня у нас в гостях был народный артист нашей республики, солист Мариинского театра Оскар Абдрозаков. С вами была Кристина Суханова. Любви вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!